Здравствуйте, ребята! Не так давно я проводил распаковку iPhone 7, последняя модель от компании Apple, насколько вы помните. И уже порядка недели почти пользуюсь этим аппаратом и готов поделиться своим опытом использования. Итак, ребята, сразу скажу, что в момент покупки сразу приобрел чехол и защитное стекло. Изначально взял вот такой чехолочек прозрачный от компании Redline, но все же решил его поменять на такой чехол, который у меня сейчас одет, тоже от компании Redline. Вы спросите, зачем я это сделал, зачем я поменял чехол. Вот, ну, смотрите, то есть вообще как бы мне этот больше нравится, потому что он полностью прозрачный, то есть аппарат полностью видно, то есть как он есть. Здесь он все-таки эти грани боковые, такие серовато-темные, поэтому выглядит, ну, сложно понять, как он выглядит на самом деле. То есть этот чехол мне так больше нравится. Ну, у этого чехла плюс, что здесь более глубокий вырос под камерой, то есть он полностью закрывает камеру. То есть когда кладем аппарат, да, ну, камерой поверхности, то есть камера стекло не задевает. В этом чехле задевает, поэтому я от него отказываюсь. Вот, то есть берите вот этот чехол, Redline-овский, вот в такой коробке он продается. Самый дешевый цены, кстати, в Билайне на него. Ну, это ни в коем случае не реклама Билайна. Вот, в общем, купил такой чехол и сразу купил стекло защитное. Ребята, единственное, я тоже купил его в Билайне, оно так и называется Билайн Redline. Вот, я еще думаю, что какая-то ерунда, но продавец говорит, что очень классное стекло, клеится идеально, все лежит. Но на самом деле вот по бокам плохо проклеивается и, в общем-то, не есть хорошо. Ну, пока, потом, естественно, да, воду, куплю, наверное, другое стекло, но пока пользуюсь этим, потому что без стекла использовать опасно. Вот, в общем-то, вот он мой Black Onyx, ой, Black Onyx, говорю, мой Black iPhone 7, черно-матовый. Так, ну, поехали. Итак, немножко расскажу о нем подробнее. Итак, давайте я вам расскажу, что мне в нем понравилось. Понравилось, что здесь все-таки есть степень защиты IP67. То есть, многие говорят, что это влагозащита и все такое. Ну, конечно, влагозащита присутствует, да, в этом стандарте. Но здесь, помимо влагозащиты, есть защита от проникновения пыли. Да, ребята, и, в общем-то, насколько я знаю, в предыдущей модели, да, в модели iPhone 6s, вот, многие сталкивались с такой проблемой, что попадала пыль под экран. Вот, пылинки каким-то образом туда попадали. Вот, здесь, в этой же модели, такой, в iPhone 7, такой брак будет исключен. Потому что, вот эта же цифра шестерка, да, в 67, она подразумевает полную защиту от контакта с пылью. То есть, пыль туда попасть никаким образом не может. Вот. Семерка, да, означает защита от временного конденсата. То есть, как бы, защита, влагозащита там есть, но, вот, недолгое использование. То есть, нельзя его там на ночь оставлять. Да, если вот его, допустим, где-то уронили в снег или в лужу, то ничего страшного с ним не произойдёт. А так, лучше не экспериментировать, ребят. Это просто такой бонус, такая фишка есть. В общем-то, она полезная, но увлекаться не стоит. Так, поехали дальше. Мне ещё нравится, что здесь всё-таки стереодинамики установлены, да. Стереодинамики хороши тем, что он играет громче. Он реально играет громче, чем 6s. И впервые, да, я забыл, что такое пропускать звонок. То есть, играет он, на самом деле, громко. В общем, да, я думаю, громкостью этого айфона вы будете очень довольны. Вот, и я доволен, и поэтому, в общем-то, молодцы, да, что сделали стереодинамики. И так далее. Далее следующая фишка – это 3D Touch. Она появилась ещё в 6s. Здесь, в общем-то, она продолжает своё развитие. То есть, не все приложения её поддерживают, но которые поддерживают, пользуются достаточно удобно. То есть, это 3D Touch, вам проще будет пользоваться какими-то функциями. Вот, допустим, ВКонтакте открываю, да. То есть, мне не надо топать, заходить туда, когда у меня что-то надо быстро сделать. То есть, я удерживаю иконочку и захаживаю. То есть, могу уже добавить фото, поделиться, какую-то запись, новую запись добавить. То есть, на это мне надо минимум времени. То есть, так бы я бы зашёл, так бы я что-то сделал. Туда нажать, туда. Здесь всё это делается быстро. Фишка, на самом деле, очень удобная. И если ей начать пользоваться, то потом, думаю, уже тяжело будет с неё переходить. Вот, я даже, когда беру у жены SE, да, и то есть, там что-то надо, нажимаю по привычке на иконку, вызываю 3D Touch. И, соответственно, ничего не получается. И как-то вот, ну, говорится, хорошему быстро привыкаешь. В общем, то, что они эту штуку оставили и продолжают развивать, это очень, на самом деле, классно. Так, поехали дальше. Как уже все знаете, да, в iPhone 7 отсутствует разъём 3,5 мм для подключения гарнитуры, да, для прислушивания музыки, для разговоров. Вот. В принципе, я этому очень рад. Как я, потому что я уже много лет пользуюсь Bluetooth-звучанием. Я очень опасался. Единственное, что... iPhone не поддерживает стандарты 5X. Это улучшенное стерео-звучание, аудио-звучание. Вот, очень переживал. Но, на самом деле, используя вот эти наушники LG, это 700 тонн 730, старая модель. Но она меня по звуку устраивает, поэтому пока менять не собираюсь. Буду менять, что когда там батарейка сядет. Но и батарейка здесь не садится. То есть, я их уже использую много лет. И, в общем-то, наверное, как-то вот, что-то ухудшение за 5 лет не произошло. Может, они, конечно, в один прекрасный день убрут, но, по крайней мере, пользуюсь и всё такое. И прекрасно они дружат с iPhone, переключаются треки. Звук очень качественный. То есть, я сравнивал одну и ту же музыку, ставил, скажем так, Galaxy S7. То есть, аппарат с поддержкой 5X и в iPhone 7. И, честно говоря, большой разницы не почувствовал. В общем-то, как хорошо звучит iPhone как плеер, так и Galaxy S7 как плеер хорошо звучат. В общем-то, рекомендую, да, переходить на беспроводную стерео. То есть, не используя никакие переходники, потому что мне беспроводов пользоваться удобнее гораздо. То, что нет этого разъёма, ненужного. Ну, я люблю использовать аппараты по максимуму. И когда что-то есть, что я не использую, у меня, на самом деле, это немножко раздражает. Ещё одна из инноваций. Это, конечно, да, большая инновация в 7-ке. Больше, кстати, никаких аппаратах нет. Это новая функция Taptic Engine. Да, ребят, это сенсорная кнопка. То есть, раньше она была механическая. А сейчас это, в общем-то, такая псевдокнопка, которая, скажем так, делает имитацию механической кнопки. И то, что в iPhone 7 её сделали, это, на самом деле, очень большой плюс, потому что в iPhone 6, 6S, то есть, она часто очень хрустела, очень часто в негодность приходила. То есть, здесь такого происходить не будет. То есть, она ничего не хрустит, она нормально нажимается. То есть, как бы, можно, да, по своему желанию её настроить вполне. То есть, как вам надо. В настройках есть такой пункт, вот кнопка «Домой». То есть, 1, 2, 3. То есть, можете чувствительность настроить. То есть, можете сделать там единичку, чтобы такой слабый виброотклик был. Двоечку поставить, как у меня двоечка стоит средней. Ну, и сильная эта троечка. В общем, всё по вашему желанию, всё настраивается. Меню. Фишка очень удобная. И, в общем-то, то, что Apple пошли на это, это, считай, большое развитие. И это приветствуется. Изначально мне очень не нравилось то, что, несмотря на все блокировки, да, то, что можно в эти меню с использованием Touch ID, кода, пароля. Тем не менее, допустим, любой пользователь всегда мог посмотреть там мои какие-то уведомления, да, которые есть там, посмотреть, что у меня там настроено. В общем-то, всё что угодно. Вот, но оказывается, в iPhone можно это избежать. Можно в настройках спрятать. Вот, захожу в Touch ID и код пароля. Достусть блокировки экрана. Всё, выключаю. Вот. Так, и теперь, например, кто-то берёт мой аппарат, включает. Всё, ну, может только включить камеру. То есть торка не открывается, уведомление не открывается. Ну, и то же самое касается и пункта управления, да. Например, когда у нас экран сейчас заблокирован, можно спокойно вызвать пункт управления и включить фонарик, Wi-Fi, Bluetooth, всё что угодно можно пользоваться. Если я, допустим, не хочу, чтобы какой-то там человек это всё смотрел, я захожу в настройки, пункт управления, точнее, заблокированном экране, чтобы доступа не было. Всё, и теперь никто, пока я это не разрешу, пока в меню не поставлю галочку, что-то можно этим пользоваться, заблокированный экран, их пункт управления не получит доступ. Это, на самом деле, тоже очень мне нравится и фишка очень интересная. Вот в будильнике появился режим сна, всё можно включить, то есть заранее программируйте, сколько вы спите, допустим, 8 часов вы спите, и он будет вас предупреждать, когда отбой, когда пробудка, побудка, когда побудка, когда будет вас будить. Это тоже очень интересная функция, потому что порой я не высыпаюсь, ложусь поздно, встаю рано, здесь он мне как-то помогает вовремя ложиться и вставать, когда надо. Это мне понравилось. Что мне не понравилось за время использования данного аппарата? Мне не понравилось, что он один раз у меня реально поймал фриза. Да, ребят, спокойно, температура на улице была где-то минус 13 градусов, спокойно фотографировал, вот, и в один прекрасный момент он мне завис, ни на что не реагировал, вообще ни на что, абсолютно. И не на кнопку, то есть даже долго держал кнопку включения-выключения, то есть ему было всё равно. И, наверное, минут 10 вот в этом состоянии он был. Потом, конечно, всё нормально, отвис, стало работать дальше. Ну, то, что вот такая есть проблема, то, что там был, не знаю, из-за холода это, да, то есть, может, минус 13 градусов на него так повлияло. Ну, потому что при более тёплой температуре, то есть, как бы я его не гонял, никаких зависаний я не наблюдал. Но, тем не менее, такое было, и, в общем-то, это не очень радует. Что касается камеры, камера меня порадовала. То, что здесь на фронталке 7 мегапикселей сделали вместо 5, это большой плюс. Потому что в последнее время я стал очень много снимать на фронтальную камеру. И хорошая фронтальная камера для меня, на самом деле, сейчас очень важна. И поэтому это достаточно большой плюс для 7-ки. По автономности он примерно работает, как Samsung Galaxy S7. Да, в котором 3000 мА батарея, ну, там и экран больше, соответственно. Ну, по разрешению лучше. То есть, считаю, для такого аккумулятора, в принципе, достаточно хорошая у него автономность. Работает он много, долго, то есть, на день хватает, на два. То есть, ну, на день, если я его реально постоянно фотографирую, постоянно интернет, постоянно им пользуюсь. То есть, нагружаю его по максимуму, да, мне на день его хватает. И, в общем-то, на текущий момент аппарат меня радует. И думаю, что будет продолжать радовать, по большому счёту, да, и дальше. Спасибо, ребят, кто посмотрел этот видосик. Кому он понравился, обязательно ставьте лайки. Кому не понравился, ну, может, не ставить тогда. Обязательно подпишитесь на канал. Удачи, всего доброго. Продолжение следует...